Сегодня, 10 декабря, во многих странах отмечается Международный день прав животных. А у нас в студии кого только не было. У нас были и крокодилы, и тигры были. Наташа, кого не было еще? Ну, кого только не было, действительно. И судя по звукам, я думаю, что сегодня у нас в гостях будут цесарки. Цесарки? Да. Вот они к нам уже двигаются. И приведет к нам их сегодня Вячеслав Андреев, заводчик, собственно говоря, от этих замечательных цесарок. Смотри, какие красивые. Птички. Ничего себе. И есть птички. Смотри, как они из этих цесарков пришли. Вячеслав, вам доброе утро, да. Почему они так кричали? Ну, цесарка, это очень такая громкая птица. Своим голосом она отпугивает вредных, как сказать... Это хищников, может, да? Хищников, да. Мышей, крыс. Многие даже заводят цесарку специально для этого. Я думаю, что даже людей, в принципе, она может отпугнуть. В зависимости от количества цесарок. А я просто слышал, что они каким-то ультразвуком могут кричать. Да, да. У цесарки очень пронзительный голос. Он идет на ультразвуке. И многие животные, это хищники, особенно восприимчивые. Кошки, собаки, которые ухо более чувствительное, очень пугаются вот таких вот криках. Стараемся их не злить. Можно яблочек помогать? Можно. На тебе яблочек, иди сюда. Не нервничай. А вы пока скажите вообще, давно ли вы разводите? Вот, заняла дело. Слушай, такие декоративные-декоративные. Посмотри, какие они. В том году я завел этих птичек. А, всего лишь год? Да, всего лишь год. Так я занимаюсь другой птицей. Но вот конкретно именно цесарками занялся буквально в том году. Они привязываются к человеку? Их можно приручить? В принципе, эта птица одомашненная. Она полудикой считается, но она одомашненная. То есть человек, она не сильно пугается, она не пугливая. Вот, но как бы вот в руки ее взять или там погладить, как домашнюю кошку, у вас не получится. Я вот пытаюсь сейчас покормить, у меня тоже не очень получается. Им нужно кидать, им нужно давать, Наташа, прям. А вот скажите, кроме яблок, что они еще кушают, чем они питаются? Цесарка, в принципе, она всеядная. Вот, она ест и траву, и зерно, и овощи, и фрукты, все, буквально все. Вот вы говорите, у вас есть еще птицы, да, помимо цесарок, то есть это не единственная порода. А как они уживаются? Они прекрасно уживаются со всей домашней птицей. То есть они не агрессивные? Да. Они... Самцы никогда не дерутся между собой, имея в виду с другими там, с петухами. Если, допустим, петухов двух посадить, то они обязательно раздерутся. То есть цесарки, они более, это самое, как сказать, моногамные. Более спокойно в этом плане. А если... Они же тоже несут яйца, правильно? Да, цесарки несут яйца, но они несут не как курица. То есть их есть нельзя? Нет. Они не... Наоборот, очень полезно есть. Имеется в виду, что они не весь сезон. А, то есть какие-то периоды. Курица несет круглый год яйцо. Цесарка несет в определенный период только яйца. А вы пробовали их как бы вот... Нет? Честно говоря, нет. Почему? Потому что я занимаюсь разведением, и каждое яичко мне на вес золота. Я их каждое закладываю в инкубатор. Понятно. Понятно, понятно. А с какой целью вообще вы их разводите? Вот как их потом можно применить? Вообще, цесарки очень полезны, как мясопродукт. Вот. Почему? Мясо цесарки считается вообще... Цесарка – это царская птица. Ее всегда подавали издревле на стол царям, королям. Название не оттуда у нее случайно возникла цесарка? Да, как раз вот именно оттуда возникло это название цесарка. Ай! Вот. Мясо похоже на что-то среднее между дичью и курицей. Вот. Но оно диетично, не аллергенно, не жирно и очень богато витаминами. В основном группы В. В ней много очень железа. Это мясо очень полезно детям и женщинам беременным и людям, подверженным стрессам. Ну, мне, честно говоря, кажется, что такую красоту есть жалко. Как ты считаешь, Дим? Да мне любую красоту есть жалко. Тебе любую? Такую тем более. А сколько вот времени занимает, чтобы вырастить одну цесарку, чтобы она была готова? Ну, пардон к тому, чтобы ее съесть. Ну, вообще, как, считается, что забивают птицу примерно с четырех месяцев и до года. После года уже мясо становится более жесткое, и таких птиц уже оставляют, как правило, для воспроизводства нового томства. А сколько они вообще живут? Ну, я думаю, что около пяти лет. Пока еще не проверяли. Да, я еще, как бы, не проверял. Долгожителей у вас пока еще нет. А вот этих ребят как-то зовут, а вы имена кидаете им? Или чтобы не привязываться? Вот конкретно цесаркам нет, потому что они очень похожи. Их даже тяжело отличить самца от самки. Вот вы, я думаю, что даже не сможете отличить, где здесь цесарь. Мне кажется, что вот это вот мальчик. Да, вот он такой крикливый очень. А я вот этим штуком определяю, которые висят. Вот это единственное отличительное. У самцов развернуты щечки, у самочек они висят прямо, сережки. Ну вот он такой, она более аккуратная. Кричат они абсолютно одинаково. Если у петухов, уточни, у кур, петухи кричат по-другому, и курицы не кукарекуют, то эти кричат абсолютно одинаково. Они выглядят по-другому совсем, петухи там несложно отличить. А вы говорите, что яйца у них не каждый год они несутся, да? Нет, не весь год. Не круглый год. Да, не круглый год. А сколько вот детенышей, условно, птенцов они выводят? Если не забирать яйцо у цесарки... Кончились яблоки. Яблоки кончились, у нас начинается проблема. Если не забирать яйцо у цесарки, то она сносит кладку до 30 штук и садится на них. Вот, и выводит. И все выживают, все третят? У цесарки очень... Ух ты! Ух ты, ух ты! Вот же, они прям дерутся, смотрите. Там остался просто последний кусочек яблочка, и он... У нас буквально цесарские бои прямо в эфире здесь. Да, и у нас мальчик-то не джентльмен, судя по всему. Делиться яблоком он не намерен. Выживаемость у них очень хорошая. То есть, практически выживают 100%. Ну, редко, когда погибают, но это больше по причине нашей... Ну, ухода, да? Да, ухода. Либо там забыли водичку сменить, либо там температуру не выдержали правильную. То есть, они прихотливы в этом деле, да? Да. Они меньше, чем куры, подвержены всем болезням. Хорошо. Ну, правда, красота, Вячеслав. Спасибо огромное, что пришли, что принесли нам, показали нам и всем зрителям цесарок. Я никогда в жизни не видел, если честно, их вообще вживую. Яблоки у нас закончились, эфирное время отведенное на этих замечательных гостей, к сожалению, тоже. Спасибо вам за эту красоту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!